Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре прекрасный станочек по дереву, ленточный пильный станок FAPTEK BS250. Рассмотрим комплектацию, характеристики и попробуем его в работе. Так что усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Поехали! Ленточный пильный станок FAPTEK BS250 ко мне пришел в собранном виде, поэтому собирать мне не нужно. Это очень хорошо. Так что перейдем сразу к комплектации. В комплектацию к ленточному пильному станку по дереву FAPTEK BS250 входит транспортир, линейка, регулируемый убор, чугунный стол, заметьте не алюминиевый, а чугунный. Размеры чугунного стола 350 на 320 мм. И руководство пользователя на русском языке. Ленточный пильный станок FAPTEK BS250 идет без поставки, но ее можно приобрести отдельно. Это не проблема. Переходим к техническим характеристикам. Давайте откроем верхнюю и нижнюю дверцы. И сразу обратим внимание, что сверху, что снизу установлены конечные выключатели. Открыв дверцу, что верхнюю, что нижнюю, станок выключится. И в принципе он не включится при открытой любой, хоть верхней, хоть обеих дверц. Опять же, FAPTEK BS250. Что ведущее, что ведомое колесо диаметром 250 мм. Оба колеса установлены на подшипниках. Верхнее ведомое колесо крепится к механизму натяжки ленточно-пильного полотна. При помощи верхнего барашка мы можем регулировать натяжку ленточно-пильного полотна. А сзади установлен фиксатор. Отрегулировали натяжку ленточно-пильного полотна и сзади зафиксировали. Вот он, этот фиксатор сзади. Подняли или опустили колесо, в зависимости, что нам нужно, поменять полотно или отрегулировать натяжку. Поджали барашком и зафиксировали. Также мы тут видим шестерню и рейку, при помощи которых мы регулируем высоту. Сзади также имеется маховик барашкового типа. Вот он. При помощи него мы можем опустить и поднять механизм протяжки ленточно-пильного полотна. Отрегулировали нужную нам высоту, в зависимости от заготовки, и зафиксировали. На механизме протяжки ленточно-пильного полотна имеются три подшипника. Два боковых и один задний. Это очень хорошо. Это никакие не ролики, не втулки. Это подшипники. Подшипники надежнее. Что два боковых, что задние подшипники регулируются. При помощи винтов под шестигранник. Подводим их к полотну и поджимаем винтами. Только не переусердствуем. При движении полотна подшипники должны вращаться. Снизу у нас также три подшипника. Два боковых и один задний. Также регулируются. Ведущее колесо также установлено на подшипнике. Через ременную передачу к электродвигателю. Одноручковый шкив на валу электродвигателя. И одноручковый шкив на колесе. То есть скорость тут одна. 700 метров в минуту. Натяжка ремня производится за счет сдвига электродвигателя. И поджимных двух болтов. Обратите внимание. В левом верхнем углу установлена щетка. Которая смахивает стружку. Верхнюю и нижнюю дверцы можем прикрыть. Длина ленточно-пильного полотна, устанавливаемая на этот станок, 1790 миллиметров. А ширина ленточного полотна от 6 до 13 миллиметров. Максимальная высота заготовки, которую можно распилить на этом станочке, 123 миллиметра. А максимальная ширина 245 миллиметров. Высота стола на этом станочке без подставки 470 миллиметров от пола. С подставкой соответственно выше. Мощность электродвигателя, установленного на этом станочке, 350 ватт. А скорость вращения вала 1400 оборотов в минуту. Сзади снизу имеется патрубок для аспирации стружки и опилок, диаметр которого составляет 60 миллиметров. Также имеется табличка с параметрами станка и на раме вывод кабеля со стандартной вилкой для подключения в сеть 220 вольт. Спереди на раме имеются две кнопки. Кнопка включения и кнопка выключения станка. Рабочий стол регулируется на угол от 0 до 45 градусов. Высота станочка без подставки 820 миллиметров, а вес его составляет 30 килограмм. Ленточный пильный станок FAPTEC BS 250 предназначен для распила деревянных или пластиковых изделий. Благодаря максимальной высоте распиливаемой заготовки 123 миллиметра он без проблем сможет нарезать широкие ламели и различные заготовки для будущих столярных работ. На данном станке можно выполнять продольный раскрой, поперечный раскрой, пакетный раскрой, криволинейный распил, распил под углом. Друзья, ленточный пильный станок FAPTEC BS 250 достаточно компактный и легкий. Его можно без проблем перевозить на машине, установить в любую мастерскую. Перезать на нем можно различные заготовки из древесины, пластика, под углом, фигурно, да как хочешь. Короче, станочек классный. Основное все, в принципе, по нему я рассказал. Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылкам в описании. Приобрести, соответственно, на сайте компании MosSquad. Ну а сейчас мы с вами перейдем от теории к практике. Попробуем его в работе. Попробуем его в работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...